Здарова всем, ребята, Акин, пока на проводе и прямо сегодня будет очень важное видео. Я вас попрошу так, если вы сами согласны, то прожмите лайк. Также напишите ваши комментарии, мне будет очень интересно посчитать. Ну что же, мы начинаем. Прямо сегодня, ребятки, я попытаюсь донести свое мнение, мнение других ютуберов и мнение других игроков до комьюнити разработчиков. Я понимаю, что это что-то из области фантастики, но тем не менее, мне очень хотелось бы что-либо поменять, потому что, ребята, я общаюсь сейчас с многими игроками и многие просто-напросто уходят с ютуба, многие уходят с игры. И я не хочу, чтобы это было, потому что я хочу, чтобы снов процветал и только шел вперед. Друзья, это будет одно из тех видео, под которым каждый из вас должен оставить комментарий, именно должен, потому что ваше мнение может сыграть роль. Пожалуйста, ребят, если вы сами согласны, прожмите лайк, также напишите ваше мнение в комментарии. Ну что же, первое, о чем я хотел бы сказать, это, ребятки, обновление. Ну, честно говоря, тут даже нечего говорить, его просто-напросто нету. Это же не норма. Вообще, вот вы спросите меня, почему я играю в стенд-офф, да потому что это интересно, это прикольно. Ну, а если делать одно и то же самое на протяжении 7 месяцев, пока нет обновлений, это будет интересно? Да мне уже это надоело. Я реально хочу что-то новое, я хочу контент, хочу снимать для вас видосики, хочу снимать для вас разные приколясы. А просто-напросто нету. Уже даже многим из вас неинтересен стенд-офф, потому что ничего нового не происходит, и многие из вас забрасывают стенд-офф. Единственное, что я поднял улайн в последнее время, это турнир, потому что это было прикольно. А так, ребята, у всех онлайны очень жестко просели, просели просмотры, и все по одной простой и основной причине, то что обновления делают, ну, очень-очень долго. Нам, конечно, скажут, так зато обновление 0.16.0 будет очень-очень крутым. Да, ребята, да, всем все равно, будут он крутым или не крутым, если не будет людей, которые будут в него играть. Я считаю, что обновления не должны выходить насколько долго. Ну, обновления должны выходить раз в месяц. И плюс каждый месяц должны добавлять новый пас, как это происходит в других играх. Если у вас это не получается, X-Level, тогда я вам предлагаю расширить вашу студию. Возможно, стоит что-либо поменять, потому что если такими темпами раз в год делать обновления, просто игра умрет. Ребят, я так наехал, как будто я на 100% прав, я говорю еще раз, это всего лишь мое мнение. Просто, ребятки, обновления выходят насколько редко, то, что некоторые ютуберы уже просто-напросто начинают продавать свои каналы. Тот же Сайлис просто продал свой канал. У парня было полмиллиона подписчиков. Это же просто трындец. Честно говоря, ребят, мне очень больно такое узнавать. Ох, нифига себе, только что дал. Мне, честно говоря, очень больно такое узнавать. Я очень хочу, чтобы игра процветала и шла вперед. Второй довольно-таки важный аспект, из-за которого многие игроки уходят, это читеры. Ну, просто представьте, да, вы старались, вы тренировались, как я, да. Я себе поднял элиту, все было классно, почти легенда. И тут, опа-на, три или четыре раза подряд мне попались читеры. В итоге, минус 100 ММР. 100 ММР на ровном месте, вот ваше мнение, это нормально. Притом, разработчики говорили, что мне якобы ввели какую-то фичу, которая потом обратно добавляет ММР, если читера забанили. Так вот, я лично скидывал читера разработчикам в ЛС. В итоге, ММР мне не вернули. Не знаю, читера забанили или нет, но ММР мне никто не вернул. И это очень обидно, то, что с читерами, по сути, очень-очень слабо борются. Не знаю, надо страйкать каналы, надо делать новый античит, надо делать новую систему, надо делать клиент сервер, надо делать все возможное, чтобы в игре было меньше читеров. Потому что, ребята, это просто не норма. Следующая, довольно-таки важный аспект, это, ребятки, открытость разработчиков комьюнити. Что же я имею в виду? Чтобы они не так сильно скрывали все эти даты обновлений, все эти режимы, все эти трейлеры. Чтобы они хоть чуть-чуть, хотя бы ютуберам давали минимальные какие-то анонсы, инсайды, чтобы мы могли поднимать ажиотаж, подогревать аудиторию. Я просто не понимаю, почему, к примеру, даже перед тем, как фильм выходит, да, в прокат, делают такой мини-анонс фильма. Например, давайте возьмем игра PUBG Mobile, очень популярная игра. Там далеко не глупые разработчики. Эта игра гораздо популярнее, чем установки. Знаете что? Даже там разработчики говорят, что, ну, через две недели мы добавим меха Годзиллу. Ну, к примеру, да, и так далее. Почему многие игры это делают, но той же Excel Board Studio, к сожалению, все это скрывает. Также еще один разработчик, бывший, про которого снимали видео, спасибо, что ушел. Он говорил, типа, да кто вы такие, чтобы вам что-либо говорить? Да нет, действительно, давайте целый год не упускать обновления и вообще ничего не говорить комьюнити. О, топ тема, да? Ребятки, я извиняюсь, что я все это рассказываю в очень эмоциональной форме, просто у меня немножко подгорело, уже немного пригорело, а может даже и много пригорело, я не знаю. Я очень хочу, чтобы разработчики нас услышали и сделали хотя бы какие-то выводы. Следующий и довольно-таки важный аспект, по моему мнению, это, ребятки, халява. Что же я имею в виду? Был бы очень круто, если бы разработчики хоть чуть-чуть чаще проводили различные ивенты. Был очень крутой ивент на рисунке, да, это круто, но гораздо же круче проводить игровые ивенты. Типа, я провожу турниры, разработчики такие, давай мы тебе дадим АКР, ТХ, Статрек или давай мы тебе там дадим, не знаю, какой-то скин за 100 тысяч голды. Это было бы очень классно, онлайн были бы очень большие и аудитория была бы заинтересована. Ну или, к примеру, чтобы на какие-то праздники по типу 9 мая давали по комнате гифтбоксы, которые все ждали, все надеялись и все верили, но, к сожалению, нам ничего не дали. Просто, ребята, представьте, что какой-то Вася Пупкин с 3-го класса получает гифтбокс и думает, вау, я получил самый крутой скин в игре. Все, теперь я точно не львнусь с игры, потому что я буду играть с этим скином. Поверьте мне, это очень банально и очень глупо, но оно так и работает. Для многих школьников именно 2-3 голды это уже целое состояние, а 100 голды это просто оу-го. Следующий довольно-таки важный аспект, это, ребятки, киберспорт. Что же я имею в виду? Ох, ничего себе я только что раздал. Я имею в виду, чтобы разработчики хоть чуть-чуть спонсировали, как и раньше, различные спортивные лиги, потому что этого очень не хватает. И было бы реально очень круто, если бы они прилагали свои усилия не только в игровой валюте, но также в рублях. Было бы очень круто провести какой-то шумач на топ-1 самую сильную команду, или на топ-1 самого сильного игрока, или на топ-1 снайпера, ну и тому подобное. Я лично готов был бы все эти турниры даже проводиться на канале, потому что это реально очень-очень круто. Следующий довольно-таки важный аспект, это, ребятки, бан за кибербул. Честно говоря, я специально выделил для этого отдельный пункт. Знаете почему? Да потому что я считаю, что этот пункт, наверное, в какой-то мере можно убрать, кроме турниров. Да, на турнирах все должны проявлять друг другу уважение. Турниры, шумачи и тому подобное. Ну как ты просто играешь в ММ? Тебя кто-то назвал бомжом. По сути, это уже кибербул, и ты можешь экипана две недели забанить. Но если на то пошел, так тогда в каждой катке, в каждой катке без исключения, когда я играю, можете проверить мой стрим, можно кого-либо забанить. Потому что все постоянно оскорбляют меня. Бывает и я на кого-то наеду. Я кладу к тому, что, ребятки, я считаю, что правила надо сделать более лояльными. И то, что кибербул это внутри игровой процесс, и люди должны сами решать. Но было бы очень круто, если бы была возможность полностью замютить всех игроков, чтобы я не видел вообще сообщения команды противников. Я еще раз, ребятки, хочу повториться, что это всего лишь мое мнение. А ваше мнение вы можете написать в комментарии. Но также, помимо того, что я ругаю студию, да, ну как будто говорю, что я считаю, что кто-то не так, кто-то не так. А давайте-ка мы скажем плюсы студии, потому что, ребята, они большие молодцы. Первый плюс это графика. Второй плюс это продуманная карта. Думаю, тут никто не поспорит, потому что карты очень крутые и очень бомбезные. Третье, это экономика. Да, реально тут есть экономика, и она очень продуманная. Дальше хороший ММ. Да, не беря в расчет читеров, ММ реально хороший. И самое главное это, хоть и редкие, но в то же время очень годные обновы. За это большое спасибо и низкий поклон XLBall Studio, потому что они большие молодцы. И обновы у них реально пушечные. И еще один довольно-таки важный аспект. Большое спасибо новому комьюнити менеджеру, потому что она начала реально работать. Она начала реально интересоваться и помогать комьюнити. Даже на тот же мой турик мне выдали 4 ножобабочки, за что большое спасибо. Ну что ж, дамы и господа, в принципе это все. Обязательно напишите ваше мнение в комментарии, обязательно прожмите лайк и обязательно подпишитесь. Ну что ж, а я буду дальше ждать обновления. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok